МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свежая статья из Нью-Йорк Таймс. Легко представить себе, что всего через несколько лет мы будем оглядываться на события нулевых. Рост цен на продовольствие и энергоносители, увеличение численности населения, ураганы, сметающие города, рекордное число наводнений и засух, массовый исход людей из родных мест и угрозы, которое все это несло самим устоям наших государств. И недоумевать, о чем мы думали? Почему мы даже не встревожились, хотя по всем безошибочным признакам человечество пересекло некую экономическую, климатическую, сырьевую, демографическую запретную черту? Действительно, может быть, уже пришло время собирать камни? О будущем человечества будем говорить сегодня. Добрый день, меня зовут Анастасия Изюмская, и буквально через минуту представлю наших сегодняшних собеседников. Какое будущее миру только не предсказывали. Одних концов света наберется с добрую тысячу. Вот несколько, пожалуй, самых популярных сценариев из числа тех, что прочнее других, прижились в литературе и кинематографе. Версия первая — пессимистическая. Всеподавляющий тоталитарный строй, максимальное уравнение классов, культ личности, жесткая система контроля и подавления, цензура. Секса нет. Так себя видит будущее Орл Хаксли Брэдбери. Прямая противоположность такому развитию событий — ретрофутуристическая утопия. Человечество становится добрее и терпимее, и все это на фоне небывалых прежде высот, которых достигает технологический прогресс. Тигры и агнцы приходят вместе на водопой. Несколько сценариев развивают тему внеземного разума. Чаще других встречается вариация, когда пришельцы, которые лучше технологически развиты, пытаются колонизировать Землю. Эту тему начал развивать еще Герберт Уэллс. Куда реже можно встретить обратное. Дружелюбные планетяне прилетают на Землю, чтобы поделиться с благодарным человечеством секретом вечной молодости, формулой вечного двигателя или чего-нибудь еще вечного и полезного. В итоге Земля наравне с другими цивилизациями создает некий межгалактический альянс. Еще один популярный сценарий — «Восстание машин», который тем более актуален, что искусственный интеллект появится со дня на день. И еще одна утопия — «Постядерная». Многие авторы склоняются к тому, что в скором времени ядерная война все же случится, цивилизация будет разрушена. Трагедия на Фокусиме. Не очередной ли сигнал из будущего? Великий, конечно, соблазн ответить на вопрос о смысле жизни Вселенной и вообще, как это сделал Дуглас Адамс-42. Но мы сегодня будем разговаривать серьезно, тем более, что серьезные собеседники у нас собрались. Не все в студии. Вот сейчас усаживается на свое кресло у себя дома историк, социолог и футуролог Игорь Бестужев-Лада. Пока, да, пока там технические неполадки, но буквально через пару минут, я надеюсь, Игорь Васильевич к нам присоединится. Кто в студии собрался? Профессор антологии, теории познания, основатель Международной академии Кабалы, Михаэль Лайтман. Михаэль Семенович, рада вас приветствовать. Я для наших зрителей добавлю, что Михаэль Семенович, о, в принципе, проездном в столице. И рады, что удалось вас в этот короткий срок, который вы находитесь в Москве, заполучить к нам в студию. Также приятно. Экономист Михаил Хазин. Здравствуйте. Философ, научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Дмитрий Шкаев. Дмитрий, добрый день. Футуролог, член Координационного совета Российского трансгуманистического движения, член Ассоциации футурологов Данила Медведев. Данила, у нас возникли споры. Чем занимается трансгуманистическое движение? Не гуманоидами ли? А постгуманоидами. Теме, которым надоело быть гуманоидами, и кто хочет быть чем-то получше. Ну, то есть мы примерно угадали до того, как вас ожидали. Небольшой блиц. Да, давайте поприветствуем Игоря Васильевича. Бестужев Влада на связи. Игорь Васильевич, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Нет, по всей видимости, не слышит. Но мы не прекращаем, я надеюсь, попытки установить связь. Правда? Да, по всей видимости, да. Давайте начнем тогда с небольшого блица. Вы слышали наши небольшие версии. Они такие немножко ироничные, построенные на основе художественного вымысла. Кто как видит будущее? Кто пессимист, кто оптимист? Неоптимист. Да, Данил. Да, ну у вас оптимистические каналы, мне кажется, что оптимизм гораздо более правильный. Вы взяли очень большое количество фильмов в качестве иллюстрации, но нужно понимать, что оптимистичные фильмы не собирают зрителей. Если все было хорошо, два часа все хорошо, и потом все все равно хорошо, никто это смотреть не будет. Поэтому смотрят катастрофы, страшилки и так далее. Если говорить о том, подошло ли человечество к черте, то в каком-то смысле да, но не климатическое и не экономическое. Потому что с экономикой у нас все более или менее нормально. Кризисы происходят каждые четыре года, как это и должно быть в капиталистическом обществе. С технологиями все вообще прекрасно. С экологией ситуация очень сильно улучшается. С энергоресурсами, вообще с ресурсами она прекрасная. То есть сейчас уже более-менее понятно, что дефицит ресурсов нам не грозит. Но что остается? Остаются риски технологий. Мы можем создать что-нибудь такое, что нас убьет. И остается экзистенциальный такой вопрос. А как же нам быть и что делать? И куда человечеству идти? И куда идти отдельным людям? Если не считать вот этих проблем, то все остальное хорошо. Вот такие поразительные вещи мы слышим от футуролога. Сейчас попробуем еще раз связаться с вашим коллегой Бестужа Флада. Игорь Васильевич, вы нас все-таки слышите? Добрый день. Да, по всей видимости, по-прежнему нет. Подскажите мне, пожалуйста, господа режиссера, есть ли у нас связь? Игорь Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Как Вас зовут? Меня зовут Анастасия. Хорошо. Только что выступал Ваш молодой коллега, футуролог Даниила Медведев. И он утверждает, что у человечества все прекрасно. И, в принципе, никакие угрозы ни с какой точки зрения нам, извините за тавтологию, не грозят. Насколько я знаю, Вы не придерживаетесь такой оптимистичной точки зрения? Нет, у меня точка зрения более печальная. Она заключается в том, что при переходе людей из села в город, при переходе от сельского к городскому образу жизни, у людей теряется потребность в семье и детях. Без них в деревне нельзя прожить, иначе ты станешь человеком второго сорта. А в городе наоборот холостяк или холостячка ей легче. И поэтому мы видим сейчас, что молодежь от 18 до 25 лет почти целиком не замужем, не женатым. Живут в сожительстве, конкубинатом. Детей очень мало. Так что двух родителей в следующем поколении с Ленин сменяет один. То есть вкратце получается, что человечество на грани вымирания, по Вашим прогнозам? Конечно. Но не все человечество, а примерно миллиард из семи тех, кто перешел к городскому образу жизни. Это Северная Америка, Европа, в особенности Западная Европа и так называемые Евразии. То есть Россия, Украина и Белоруссия. Игорь Васильевич, мы Вас просим не отключаться. У нас такой небольшой блиц. Еще к Вам обратимся. Оставайтесь на связи. Михаил Семенович. Я бы сказал, что, конечно, действительно положение с одной стороны угрожающее. Мы истощаем природные ресурсы, недра земли. Мы противопоставили себя природе, экологии. Я не вижу улучшения ситуации с года в год. И судя по всем огромным количествам материалов, которые выходят в прессе и не выходят, видно, что положение продолжает ухудшаться. Но не это самое главное. Самое основное это то, что природа, которая развивала нас в каждом поколении с помощью роста эгоизма нас, в роста желания. И поэтому мы все время развивались. Развивали себя, общество, технологию и так далее. Мы сейчас пришли к насыщению. И наш эгоизм больше не растет, а начинает замыкаться. Он становится глобальным, интегральным. И мы этому вызову природы, этой матрице не соответствуем. Мы эгоистичны, мы ненавидим друг друга, мы отталкиваемся друг от друга. А природа сейчас заставляет нас быть вместе, интегрально связанными. И вот это противоречие, оно и есть общий кризис. Михаил. Ну, я небольшой специалист по экологии, по человеческим отношениям. Но в части экономики сказать, что у нас все хорошо, это, мягко говоря, лукавить. Значит, на самом деле, я не могу сказать, что у нас все плохо. Дело в том, что человечество развивается некоторыми кусочками. Вот оно нащупывает некоторый путь экономического развития. По нему идет, потом он исчерпан, а дальше наступает кризис. Но кризис не в смысле резкого ухудшения. Хотя, конечно, какое-то ухудшение происходит. А кризис в смысле перехода к новому. А к новому механизму развития. Вот сегодня мы подошли к тому моменту, когда нас ждет поиск нового механизма развития. Потому что старый механизм, который мы называли научно-техническим прогрессом, который сформировался где-то в 16-17 веке, исчерпан. Вот в чем вся проблема. Дело не в том, что мы там делаем разные глупости. Мы их делаем, потому что мы, не понимая, какой механизм будет следующим, мы стихийно бросаемся в разные места, в надежде на то, что мы найдем что-то. Поэтому я склонен считать, что вот этот кризис надо пережить, надо найти. А почему он исчерпан? Почему именно вот этот механизм, вы считаете, исчерпан? Потому что он был построен на расширении рынков. Научно-технический прогресс? Конечно. Мне кажется, он вообще от рынков отделен. Здравствуйте. Здравствуйте. Научно-технический прогресс, как механизм экономического развития, построен на постоянном расширении рынка. Вы не можете продать новую вещь, которую вы изобрели, если у вас нет на нее... Потому что есть внутренняя логика. Вы можете разрабатывать что-то, не продавая. Сейчас возникает открытый софт, открытый железо. Ничего подобного. Потому что люди, которые разрабатывают открытый софт, должны что-то есть. Но еды и так достаточно. Ничего подобного. В развитых странах обсуждают введение гарантированного дохода. В Германии, в Финляндии, в Канаде. Это глупости. Разговаривать они могут все, что угодно. У вас экономическая модель не просто такой не предполагает, а это категорически запрещено. Почему? Потому что в этом случае рассыпается вся экономическая модель. Но в Германии все партии, которые собираются идти на выборы, они в той или иной степени за гарантированный доход. Они могут говорить все, что угодно. У вас есть экономическая модель, при которой человек получает зарплату за труд. Если вы даете людям деньги просто так, то вы довольно быстро выясняете, что либо этих денег недостаточно, чтобы выжить, либо же у бюджета недостаточно денег для того, чтобы эту систему скрыть. Давайте справедливости разни дадим слово. Давайте слово Дмитрию дадим. Он еще не высказался у нас по основному вопросу сегодняшней встречи. Вы оптимист или пессимист? Вы сейчас с какой партией примкнете? В данном случае по стороне стола, в общем, и по своим убеждениям к оптимистам. В общем, как-то приходилось читать японские средневековые трактаты. И там, в общем, постоянно утверждается о том, что вот человечество гибнет, общество настанет конец. А кто говорит, что человечество гибнет? Здесь никто не говорит, что человечество гибнет. Нет, я сейчас не об этом. Нам постоянно говорят, что у нас кризис, у нас проблемы в той или иной отрасли и так далее. Но обратите внимание, мы продолжаем существовать, мы меняемся, эволюционируем. Вот тезисно хотел обратить ваше внимание на три таких момента важных. Прежде всего, это эволюция сознания, человека и человечества. Это эволюция собственного общества, эволюция техники. Ну, вот сознание, понятно, мы были когда-то нерефлексивными, да. У нас было древнее мышление, да. Потом мы стали рефлексивными, да. У нас появились там мировые религии, философия, наука и так далее. Вот. Есть вероятность, что нас ждет какой-то еще пострефлексивный этап. Вот. А может быть, еще дальше и дальше. Вот. Техническое развитие, я согласен, кстати, да. Рынки двигают. Рынки двигают, техническое развитие, технический прогресс двигает рынки. Но изначальным двигателем была война. Вот. То, что, по идее, должно было погубить человечество. Да ничего подобного. Война была следствием. Ну, что касается изменения людей, я прошу прощения. Я вот, я еще при советской власти много лет учил детей в школе. И как-то я туда пригласил очень разумного человека, биолога Симона Шнолля. Он в свое время чуть не получил Нобелевскую премию по биологии, но не повезло. Так вот, он там сказал фразу о том, что человечество за последние пять тысяч лет мало изменилось. На что какой-то учитель истории, молодой, глупый, вскочил и сказал, да нет же, люди сильно изменились. На что Сима ему тут же процитировал прочитанную в книжечках общество знания, которого, к сожалению, уже больше не существует, о расшифровке шумерских глиняных табличек, в которой, значит, обрывок письма, которые отец пишет сыну. Следующее содержание. Я тебя послал в такой-то город, чтобы ты учился у знающего человека, там непонятно было чему, а ты вместо этого потратил все деньги на вину и на женщин, и еще смеешь требовать у меня еще. Говорят, если вы считаете, что это свидетельство того, что человечество за последние пять тысяч лет сильно изменилось, оно не изменилось. И человек не изменился. Все вот эти вот бантики цивилизационные, это там 3%, может быть, 5%. Именно они определяют развитие. То есть не надо смотреть низ, не надо смотреть, как ведут себя трудные подростки. Они всегда вели себя одинаково, даже у обезьян, когда у них не было языка и писем. Надо смотреть на то, как верхушка интеллектуальная, культурная, философская ведется. Понимаете, в чем дело? Интеллектуальные... Вы видите, в этом большие изменения? Конечно. Ну, например, не было системного анализа до 20 века. Знаете, я с вами категорически не соглашусь, потому что, если вы послушаете выступления некоторых сегодняшних политических деятелей, почитаете трактаты какого-нибудь там, ну, я не знаю, там, Диоклетиана или там еще кого-нибудь, то вы увидите принципиальный уровень. Тот был здорово умнее и понимал много больше. Вот я категорически не верю. Вот все эти вот рассуждения, они на самом деле совершенно не, как бы не учитывают то обстоятельство, что есть некоторые внешние факторы. Вы видите, хорошо лежать на диване и, значит, размышлять. А когда у вас есть даже, пускай не 100 миллионов, а пускай хотя бы тысячи человек, которых вы должны покормить, то у вас, могу вас уверить, ваши философские рассуждения довольно быстро меняются на конкретику. А вы не считаете, что кризис вообще заключается в том, что мы не соответствуем глобальному интегральному вот этому... в этой глобальной интегральной системе, которая сейчас начинает проявляться в мире, в связи между нами... Ну, конечно, все это всегда так. Кризис... В прошлые годы такого не было. Это сейчас мы... Когда уступает кризис, тогда это, конечно, всегда несоответствие. И действительно есть несоответствие, но несоответствие, оно заключается в чем? Не в том, что мы не изменились, а в том, что технологическое развитие, оно создает определенные вещи, такие как интернет и вообще коммуникационные технологии, биотехнологии, которые позволяют вмешиваться в работу. Это только лишь выражение нашей внутренней связи. Мы пришли к такому состоянию, когда человечество замкнулось вокруг земного шара. Но мы своими свойствами этому, этой щетине соответствуем. С точки зрения экономики, давайте вернемся опять на Землю, с точки зрения экономики, мы сегодня буквально 25 лет, нет, секундочку, прежде чем смотреть в будущее, нужно понять, где мы стоим. Понимаете, одно дело, мы можем смело сказать, наша задача подняться на 10 метров вверх, но одно дело, если мы не сидим в подвале, а другое дело, если мы находимся на вершине Джамалунгмы. Из подвала подняться на 10 метров вверх... Нет, давайте поймем, где мы находимся. Я считаю, что мы находимся в нормальном, в хорошем экономическом положении, если брать не... У нас катастрофическое экономическое положение. А в чем заключается катастрофа? Еще раз говорю, в том, что экономическая модель исчерпана. Она не исчерпана, люди... Она исчерпана, она исчерпана. Это означает, что дальнейшее экономическое развитие в рамках этой модели невозможно. Я предлагаю, чтобы немножко внести разнообразие в вашу пикировку сейчас, во-первых, пригласить наших зрителей к участию. Мы сегодня тестируем mail.ru-агент. Вы можете дозвониться, если у вас таковой имеется наш адрес tvrain-mail.ru. Но именно в таком сочетании необходимо его использовать tvrain.ru-собака-mail.ru. Но сейчас я надеюсь, что протитруют и подсказывают мне, что есть звонок. А можем ли мы его вывести, если у нас техническая такая возможность? Да, есть у нас звонок от зрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Ну, я думаю, что эволюция человечества может закончиться в один момент, тогда, когда все страны захотят, можно сказать, величия или власти, и начнут использовать свое ядерное оружие, не в богих целях, чтобы захватить ту или иную территорию. Я ничего не слышал. Да, мы действительно очень плохо вас слышим. Про ядерное оружие я вас слышала. Мне звук... Значит, давайте я скажу одну вещь, очень важную, потому что она на самом деле многими не понимается. Вот Михаил Семенович здесь говорил, что человечество стало единым. Это на самом деле не только не фигура речи. Вот еще недавно, до, ну, условно говоря, до 87-го года, в мире было несколько независимых экономических систем. И цивилизацией. Грубо говоря, Соединенные Штаты Америки могли уничтожить СССР и остаться... СССР мог уничтожить США и остаться, теоретически. И так было всегда, всю историю человечества. Всегда были альтернативы. Сегодня, впервые за всю историю человечества, мы живем в едином экономическом кластере, и альтернативы нет. И в этом смысле изменение модели, с которой мы столкнулись, оно нас ждет неминуемо, и оно касается всех. Вот не может так быть, что вот эти вот два человека конкретных, им совершенно нет дела до того. И очень важная вещь. Я, в вашем случае поняла, что делать с Евросоюзом, который объединился в общей экономической пространстве, сейчас отказывается? Очень важная вещь. А нет, это локальная вещь. Значит, очень важная вещь вот в чем стоит. Если у нас есть единый кластер экономический, единая экономическая система, то исчезла война, как способ выхода из кризиса. Она стала локальной война просто. Я прошу прощения. Локальная война, это не война в нашем понимании. Вот кто-то там бомбит Ливию, мы об этом можем даже не знать. Это война с точки зрения Ливии. С точки зрения человечества, это локальный контроль. Это финансовые интересы, ряды господин. Вы так говорите, как будто единственное решение всех проблем, это устроить войну. Кто-то тут говорил о том, что война это способ развития. Я говорю, война больше не способен. Это первый толчок технологического развития, один из. Но речь о другом. Речь о том, что развитие общества может происходить не в контексте войны. И вообще, с моей точки зрения, я тоже экономист, это вообще не актуально. То, что, допустим, США думают, что они решают какие-то свои проблемы, бомбя Ливию, то, что кто-то думает, что вопросы экономические сохраняют какую-то важность, это уже не так, это не важно. Важно то, что происходит, во-первых, в информационно-коммуникационных технологиях, важно то, что происходит в робототехнике, в биотехнологиях и в культивных науках. Это именно это и важно, потому что производственные силы, они определяют настройку. Все остальное это... Да ничего подобного. Так вот, что происходит, например, с робототехникой? Если вы марксист, так вот... Я не марксист. Я, кстати, согласен. Это элементы марксизма, исторического материализма, которые совершенно правильные. Мы создаем сейчас технологический базис, который заключается прежде всего в робототехнике. Когда через 10-15 лет появятся роботы, которые могут выполнять практически всю обычную работу, физическую и немножко умственную, которую делает сейчас человек, то мы перестроим общество неизбежно, нет другого варианта. Да кто перестроит эту работу, может быть, тяжелым бывает. Давайте, господа, во-первых, давайте поощрить. Это уже правильный вопрос. Вы должны заниматься воспитанием людей. Михаил, это уже правильный вопрос, в нужную сторону. А вот вопрос к войну. Причем это роботы? Чем они нам помогли? Чем вообще нам помогла вся эта... Видите, роботы, техники, ну, например, помогают бороться за последствиями ядерных изрывов там, ничего-то еще. Вы знаете, что происходит на фокусине? Минуточку внимания, я прошу обратить на меня. Что мешает японии, которые один из лидеров роботтехники, навести там порядок? Это, конечно, включая зрителей. Во-первых, я предлагаю для того, чтобы несколько снизить градус беседы, подключить Игоря Васильевича, который утверждает, что буквально через 20 лет вот про роботтехнику. У нас произойдет некий синтез, и раса людей, у которых наряду с легкими вместо аппендикса будут встроены жабры. Игорь Васильевич с нами ли? Что нас преследуют какие-то технические неполадки. Я думаю, это грядущее лунное затмение виной. Я не знаю, по-моему, это... Как говаривал Станиславский... Во времена моего розового детства, 50-60 лет назад, думали о том, что технология спасет человечество. Как говаривал Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко, не верю. Но вообще, это вещь... Жабры не верите? Нет. Самая главная часть любого автомата, это голова того, кто управляет. Игорь Васильевич к нам все-таки вернулся. Мы очень рады, Игорь Васильевич. Действительно ли, буквально в ближайшее десятилетие человечество изменится до неузнаваемости? Я в вашем интервью встречала такую мысль. Да. Ну, не обязательно через 10 лет. Сроки от 5-10 до 20-30 лет. Вот в этом диапазоне, согласно опросам экспертов, международам произойдет 4 очень существенных изменения. И человечество перейдет в качественно новое состояние, которое будет, ну, ровно ценно, примерно, переходу от обезьяны к человеку. Какие это изменения? И первое изменение уже начинается. Это мобильник. Так вот, когда к мобильнику добавится монитор, над этим ведется работа, но до сих пор пока еще безуспешно. В ближайшие годы, с года на год, со дня на день появится у мобильника наш монитор. И тогда реальный мир сравняется с виртуальным. Вы можете друг к другу приехать и поговорить, а можете оставаться дома. Ну, что мы, собственно, и наблюдаем сейчас. Не к другу, и вообще, да. Это будет совершенно другой мир. Кстати, совершенно другой преступностью, которой мы еще пока абсолютно не готовы. Спасибо, Игорь Васильевич. Мир изменится качественно, несомненно, в ближайшее время, потому что человечество достигло глобальности и интегральности, то есть потолка своего развития. Вот только с чего мы начали сегодня. Да, это не потому, что мы хотели, потому что так развивает нас природа, у нее есть свои законы, и мы должны быть такими же, как неживая растительная и животная природа, так же и человечество должно выйти в общее равновесие со всей природой. То есть замкнуться, стать глобально, интегрально в сообществе, в единстве между собой. Вы помните, нас сейчас волнует вопрос жабр. Жабры, конечно, не появятся. Конечно, появятся. Мы вообще поднимемся на другой уровень ощущения мироздания. Мы не будем ощущать себя существующими только в нашем ограниченном мире, через наши пять органных чувств. Называйте это чакрой, неважно как. Когда человек начинает ощущать себя и через других, у него открывается совершенно иное восприятие мира. Мы получим такое ощущение мироздания, которое действительно вокруг нас существует. А роботехника, восстание машин? Не роботехника. Мы таким образом пройдем в такую сферу управляющих нас сил вокруг нас, которая полностью даст нам понятие о управляющих нас силах, о внешних силах природы. И тогда рождение, наше нахождение здесь, смерть и все прочее будет восприниматься нами как непрерывное такое существование. Рождение по воде. Это в идеале. Это в идеале. Сейчас мы разорваны. А мы к этому идем. Одна часть человечества у нас сегодня уже не хомо сапиенс, а хомо техникус, это запад просвещенный. А другая часть человечества в Африке ведет родоплеменные войны. И называть их одним целым сегодня и в ближайшем будущем я под сомнением... А почему нет? Это пирамида, и она должна быть такой. И здоровый пессимизм насчет просвещенной, дикий... Это глупости. Люди одни и те же. Не надо путать социальные структуры и человечества. У вас тут все время одни глупости. Нет, ну просто что же могу... Нет, это вопрос степени. Люди просто в вашем воздействии... Если говорить о вере, то в 60-е годы все были убеждены, что мы к концу столетия окажемся на Луне, на Марсе и так далее. И где? Поэтому я бы не стал так вот. Вот такая вот уверенность, что мы уж точно этого добьемся. Вы меня просите, конечно, а жабры вам зачем? Что вы с ним делаете? Они террористы сворачивают программы эти, космические, все просто. Во-первых, речка еще не идет, и там уже писал, что мы в Арктике город строим там и так далее. Зачем? К кому это... Искусственная рука дала человеку счастье. Ну вот поехал человек воевать. Ему оторвало взрывом руку. У него нет руки, или даже двух нет. А ему поставили искусственной. И у него счастье, потому что может ребенка обняться. Ну, знаете, такие простые человеческие радости. Согласны? Ну, жабры это не вопросы насущной необходимости, по крайней мере. Сейчас появилась новая субкультура, буквально вот последний год. Они называются гриндеры. Это такие люди, которые думают, что уже сейчас технологически можно в себе поменять. Пока есть очень мало вещей. Ну, они многие меняют. Вшивают в себе, рисуют на себе. Только единственное, нужно понимать, что боди-арт и боди-модификация, когда просто для красоты это делают, это одно. Гриндеры это когда меняют, но с функционалом, с новым. То, что есть уже сейчас, это имплантация магнитов в пальцы, что позволяет чувствовать электромагнитные поля. Вот это уже реальная вещь. Это социальные причины, это бегство от реальности. Это как бы способ для себя создать какую-то свою группу. Зачем это надо? Я от этого буду счастью. Человечество пришло к состоянию... Вы не привязываете никому. Нет, вы меня извините. Я уже человек, который, в принципе, прожил много лет. У меня есть и дети, и внуки. Вот когда я делал своих детей, рожал своих детей, я надеялся, что им будет лучше. А вот когда сейчас у меня рожаются внуки, я уже не верю в то, что им будет лучше. Поэтому меня большие жабры не испугаются. Нет, нет. Не в пенсиологии. Нет, нет. Я очень оптимистический человек и полон силы вообще у меня... По вам не скажешь. Нет, неправда. Вы меня познакомили все поближе. Дело в том, что мы прошли какую-то точку, после которой человечество вошло в депрессию, в общее такое осознание того, что дальше лучше не будет. Это нормально, когда многие так думают. Потому что не все понимают сейчас, а куда мы дальше идем. Какой родок меня спасет? Давайте выясним, что понимают многие. У нас есть звонок. Еще раз повторю, немножко требует это разъяснение. Мы тестируем новую систему. Агент Mail.ru. Тиверейн.ру. Вот так это пишется. Собака. Mail.ru. Задавайте свои вопросы. И спрашивает Серго, можно ли звонить по телефону? Да, конечно, можно. 744-0101. Как всегда, телефон прямого эфира. Ничего не изменилось. Можно позвонить и по телефону. Что у нас со звонком? Видимо, да. Опять у нас полнолуние. И лунное затмение влияет на нашу технику. Еще раз повторю, я вижу, что обсуждение идет активное на форуме. Mail.ru, так это пишется. Тиверейн.ру. Собака. Mail.ru. Вот такая замысловатая система, но в принципе удобная. Есть ли у нас звонок? Буквально через 2 секунды у нас появится, по всей видимости, зритель в эфире. Здравствуйте, зритель. Представьте, пожалуйста. Мейн.ру пишется. Тиверейн.ру. Собака. Mail.ru, такая замысловатая система, но в принципе удобная. Да, и у нас просьба, мы слышим себя с задержкой, поэтому если есть возможность, пока выключите вещание. Мейн.ру, появится по всей видимости, зритель в эфире. Здравствуйте, зритель. Представьте, пожалуйста. Да, пытаются совладать, видимо, с техникой, но... Меня зовут Дмитрий, у меня вопрос к Лайтману. И это технический прогресс. У меня вот такой вот вопрос. Лайтман вроде бы сейчас говорит о таких высоких вещах, что надо объединяться, об идеале и все такое. Вот в интернете, я вижу, обращение некой дамы, которая обращается к Лайтману и говорит о том, что после того, как ее муж увлекся каком, семью, детей, все так и ушел из семьи. Как он может... Так, у нас связь пропала по всей видимости. На том, что ушел из семьи? Да. Ну что сделаешь? Семесов, вы бы посмотрели первое колесо, как оно ехало. Или, точнее, не ехало. Нет, ну вы правы, что прогресс, конечно же, помогает, но... Но нас спасает... Нет, не спасает. Вот это проблема. Я говорю, потому что у вас... Я понимаю воспитание человечества к той глобальной системе, в которую мы входим. По неволе входим. Мы находимся... Кризис – это не кризис. Это переходная ступень. Точка. Новая ступень в человечестве. Так нам надо на нее взойти. А мы к этому не готовы. Не готовы, потому что мы... Нет, потому что мы эгоисты, а следующая ступень призывает нас быть сознательно взаимосвязанными между собой. Так что нам надо воспитывать себя, как маленьких детей, к этой новой ступени. Роботы нам в этом не помогут. Я говорю про то, что он создает определенные базовые условия, в которых происходит вот это вот... Ну, качественное... Естественно, важно не просто то, что у вас принес робот, а важно, какие у вас отношения с ним, с другими людьми, как вы там, чему вы учились. Есть масса опросов. Какое самое главное достижение человечества за всю историю? Ну, первое место в США, естественно, занял дистанционный пульт управления телевизором. Тут даже вопросов нет. Но одно из первых мест занял, я прошу прощения, ватер-клозет. Это действительно гениальное изобретение человечества. Вопрос, когда избрали? Когда вам это еще... Когда я своим школьникам задал этот вопрос, они говорили, о, в 19 веке в Париже еще не было канализации. Поэтому, видимо, это в 19 веке. Значит, это изобрели шумеры. А еще раньше? Соответственно, да, там, 5 тысяч лет тому назад. То есть, на самом деле, черт повторяю, человечество не изменилось. И очень многие вещи, которые нам сегодня кажутся таким писком цивилизации, патент на мобильный телефон был взят чертика. Вы придергиваете. Одно дело изобрести, я тоже читал книжку, замечательно, она называлась «Изобретение древних». Все было. И компас, и измеритель расстояния, которое телега проехала, и паровой двигатель. Все это было. Вопрос в том, было изобретено кем-то одним, каким-то фриком, извините, Героном Александрийским, который мог только развлекать публику с помощью этих изобретений. Или было внедрено и стало повседневной реальностью для всех нас разница большая. В Индии не используется на стройках подъемный кран не потому, что они такие тупые, что не понимают, что его можно использовать, а потому что безработные, которые там бегают, им как бы лучше. Нет, а почему у вас так бывает, что мир разный? В Китае тоже. Там, с одной стороны, строят вот эту дорогу на магнитной подвеске, знаменитую, самую лучшую, а с другой стороны, дорогу в Тибет они строят кирками и лопатами, по привычке. Это не по привычке, туда просто ничего не заготешь. Ну, и не только поэтому, а еще, действительно, люди, надо им работу найти какую-то. Но, когда я говорю о техническом прогрессе, я не говорю, что вот все, черное или белое. Вчера его не было, завтра он появился. Я говорю, что появляются технологические возможности, они все более широко внедряются, и это меняет наш мир. Поймите. Что будет, вот интересно, мы сейчас говорим о духовности, о единении, о техническом прогрессе, но мне кажется, что все это вместе с нами может стереть какой-нибудь очередной цунами или землетрясение, которое пока мы не научились... Абсолютно верно. Потому что мы не соответствуем природе. Природа подгоняет нас к гомеостазию, к равновесию с собой. Человечество, как раковая опухоль, съедает вокруг себя все пространство и съедает в итоге само себя. Мы должны быть в равновесии с природой. Это глупости. Природы уже нет. Уже есть только антропосфера, а часть, которая является живота. Ну, конечно, но роботы ваши заметят на природе. Нет, природы, как таковой, в природном состоянии уже нет. Что за механистичность такая? Господа, вы помните фильм от Кэмерона «Аватар»? То есть, вот эта идея, она на самом деле не его, но у него хорошо показана с этим деревом, да, который объединяет всех существ живущих и так далее. Мне кажется, что чисто теоретически, и хотелось бы об этом, ну, может, помечтать немножко, чтобы техника и сознание, да, эволюция духа, они бы как бы вот так же вот срастались. И, в общем, в итоге мы вот с Михаилом здесь, я согласен, получили бы идеального человека, развитого и духовно единого со Вселенной. Проблема вот в чем, что наше технологическое развитие, и я тут опять-таки соглашусь, Михаил Семенович, а он очень сильно отставал от развития социального. А на самом деле сам человек менялся мало. Сам человек менялся мало. А вот социальная структура, а на самом деле, если есть социальная структура, человек под нее должен очень сильно адаптироваться и очень сильно над собой работать, чтобы в нее войти. Проблема состоит в том, что сегодня мы оказались в ситуации, при которой наше технологическое развитие очень сильно обогнало социальное. Мы на самом деле, социальные структуры очень примитивны. Если мы посмотрим на систему власти в любой стране, это такой махровый феодализм, такой древний. Вассал моего, вассал, а не мой вассал. Ну, я просто, как бы, я был чиновником, я хорошо знаю, как это устроено. И это устроено так в еде, не только у нас, а там... Вот оттуда и магниты в пальцах, и прочее бегство от реальности. Так вот, что очень важно, значит, я считаю, что вот тот кризис, в котором мы сегодня находимся, еще раз повторю, кризис это не ухудшение, кризис это переход в новое состояние. Прежде всего, должно состоять в том, что мы должны существенно, как бы, подогнать те социальные механизмы, в которых мы живем, к той технологической базе, которая у нас действительно довольно сильно изменилась. То есть, по аналогии с человеком, депрессию не все переживают успешно. Так, кто-то кончает с собой, кто-то напротив уходит на новый уровень. Я просто приведу пример. А мы научились лечить инфекционные болезни антибиотиками. Потом появилась гениальная идея, что антибиотиками нужно кормить коров, чтобы они быстрее росли. В результате, практически все люди сегодня у нас жрали антибиотики. Все, даже маленькие дети. И жрут, надо сказать. И жрут. И как только появляется какой-нибудь хилый-хилый вирус, который бы у наших бабушек и дедушек даже поноса бы не вызвал, в Германии начинается морг. Просто потому, что организм, у него свои системы защиты, иммунитет не работает полностью. Вопрос. Готовы ли мы к тому, чтобы пережить этот кризис и действительно начать общаться с деревьями, как-то Дмитрий футболизирует вместе с Кэмероном? Кто не будет готов, тому нет места в светлый будущем. Я считаю, я оптимист. Хотя меня тут упрекали. Пессимизм. Я очень большой оптимист. По крайней мере, Каббала. Я ей занимаюсь последние 40 лет. До этого заменялся биокибернетикой и философией. Она говорит о том, что это очень интересная, очень особая точка в нашем развитии, в общечеловеческом, в мировом. И мы переживем этот кризис в том, что человечество поднимется к своему объединению. Нас природа заставит объединяться. Интегральный глобальный кризис – это именно интеграция и объединение, глобализация. Мы дошли до пика, с которого начнется вот это обновление. Да, мы его уже прошли. У нас выхода другого нет, и мы будем к этому идти. К тому, что придем все равно к объединению. И в этом объединении мы раскроем совершенно иной мир. Так а в какой момент этот пик был? В какой момент он был, этот пик? Какой это момент произойдет? Нам и конкретное время. Я хочу прокомментировать то, что Михаил говорит. С точки зрения целей, он и, видимо, Каббала говорят все правильно. То есть образы и ценности, они тут очень хорошие, с ними нельзя не согласиться. Единственное, что я хочу внести поправку, что вот это вот объединение, оно ведь как-то должно произойти, какой-то должен быть материальный процесс. Вот я здесь не соглашусь насчет воспитания. Потому что сейчас мы технологически… Мы вас же воспитывали 20 лет, пока вы стали взрослым человеком. Мир меняется. К новому миру тоже должны так воспитаться. Мир меняется. Что меняется в частности? Вот один пример. В 2013 году в Евросоюзе будет запущен очередной проект по симулированию человеческого мозга. А будет Евросоюз? А будет Евросоюз? Нет, ну Евросоюз будет, он не развалится. Он достаточно устойчиво. Они друг друга будут скоро уничтожены. А если не запустят ООН, то запустят ООН. Нет, знаете, вы… Знаете, ученые, они не исчезнут от того, что Евросоюз, например, поделится. У вас очень много предпосылок. Ацент перестанут финансировать. Одну секунду, одну секунду. Подождите. Во-первых, когда вы говорите «развалится Евросоюз», это такой, знаете, бытовой жаргон «развалится Евросоюз». Вы, наверное, понимаете, что Евросоюз – это не только вот эта вот организация. Это еще и 50 тысяч миллионов организаций европейских, которые были до Евросоюза, после Евросоюза. Например, Европейское космическое агентство, оно развалится, когда развалится Евросоюз? Я думаю, что нет. Европейское соглашение о открытых границах и о беспощрной торговле развалится? Нет, скорее всего. Зона Евро развалится, она независима. У меня в начале нет, что будет очень большая граница. Нет, ну, понимаете, если она будет, тогда, конечно, прогноз будет… У меня вопрос. А что вы будете делать с арабами, которые живут во Франции, и которые говорят, нам нужна Франция, но правильная Франция? Пословленные исламские политики. Будущее ислам. Это ислам. А дальше они скажут, что Аллах не велел делать модель мозга. И на этом все закончится. Ничего не закончится. У нас мир сложный. В нем есть много разных точек зрения. Есть кабала, есть православие, есть ислам, есть научный атеизм, есть воинствующий атеизм, есть еще что-то. И все эти тенденции, они худо-бедно как-то взаимодействуют мирно. Как вы объедините это все? Не на никакое. Есть не воспитание. Мир. Я согласен с воспитанием, но мы не можем начать всех людей отправлять в лагеря, знаете, на перевоспитание. Ну нет такого механизма у нас. Воспитание происходит косвенно, через передачи, через книги, через интернет, через общение людей. Вот этот процесс идет. Но его нельзя назвать только воспитанием, как в школе. Вот собрали всех, прочитали ликбез, как надо дальше жить, и отправили обратно. Я, кстати говоря, предложил это неделю тому назад в Мадриде на интервью. Это хорошо было бы, конечно. И это восприняли очень хорошо. Огромное количество безработных. Механизм какой-то нужен. 50% безработных от 23 километров. Я только за. Кто за? Посадите им заниматься и дайте им минимальную зарплату. Вы получите... Гарантированный, кстати, доход, как тот же самый. Да, но вы получите через полгода... Это при экономическом кризисе. Да, но вы получите через полгода образованных людей, которые понимают, где они находятся, в каком мире. Вы понимаете, в чем дело. Это не будут люди, которые выскакивают на площади и пытаются там... Жечь машины. Да. Это будут совсем... Они поймут, что они живут в мире кризиса. Был очень хороший пример. И как его исправлять? Вот приведу просто один пример, чтобы понимать, что это действительно работает. В Америке один профессор гуманитарий решил попробовать. Он взял людей с социального дна, то есть безработные, бомжи. И он договорился со своими друзьями, тоже профессора, прочитать им в течение полугода курсы лекций по античной философии, по римскому праву, по чему-то, почему-то. И через полгода это были совершенно другие люди. Они все нашли работу. Там только один человек не нашел работу. Уволили девушку из Макдональдса, она пыталась там профсоюз открыть. То есть огромный личностный рост просто за счет того, что у людей вот это появилось. Я согласен, что если мы где-то начинаем это делать, рост человеческого капитала происходит. 7-4-4-0-1-0-1, я пытаюсь все-таки подключить к нашей беседе из последних сил, намекая нашей технической службе, есть звонок. Здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый день. Поздравляем нас с вами в эфире. Очень приятно. Меня зовут Сергей. Я хотел бы напомнить гостям в студии, что буквально в прошлом году после ледяного дождя упало несколько деревьев, и не стало ни интернета, ни телефонов, ни ватер-клозетов, ни ничего, понимаете? То есть люди опять воссоединились с природой, многие в Подмосковье. Вот и все. То есть элементарно пара-тройка проводов было. То есть вы нас возвращаете или к ядерному Армагеддону, или... Да, конечно. Чем это все более технологично, тем это все более... Спасибо за звонок. Это чисто экономический вопрос. Сколько средний человек платит за канализацию? Ну, 50 рублей в месяц. Потому что он не готов платить больше, получает ненадежную канализацию, которая раз в 5 лет отказывает. Если он будет платить 500 рублей в месяц, если ему реально нужна канализация 100% каждый день, он может это сделать легко. Я могу вас уверить, что канализаторы, как только они решат, что вы готовы платить 500 рублей, тут же вам выставят счет на тысячу, и при этом ничего не будут делать с канализацией. Это экономический вопрос. Где-то это так, где-то нет. Нет, это вопрос социальный, а не экономический. Но экономика часть сообщества тоже. У меня вопрос ко всем присутствующим, так от канализации. Я хотел бы перейти к более высоким материям, особенно к Михаилу вопрос. А к какой религии мы идем? Мы идем к универсальной религии, или мы идем к индивидуальным религиям? А почему мы идем обязательно к религии? У меня к вам вопрос. Может быть, да. Может быть, мы идем к секулярному обществу абсолютно, да? То есть, в котором нет религии. Мы должны прийти к обществу, в котором возлюби ближнего, как себя, вот эта древняя библейская заповедь, она действительно будет воплощаться, потому как природа заставляет нас. Не вера и не какие-то там высшие материи. И природа вынуждает нас к этому, потому что иначе будет днать нас палкой. Только не природа, а закон эволюционного развития. Да. А вот этот закон, кстати, его сейчас очень часто опровергают. Есть ли эволюция? Или это, может быть, это больше теория хаоса здесь работает? Может быть, изменения спонтанны? То есть, может быть, закономерности в них нет? То, что я вижу из кабалы... Хотя я сам, в общем-то, сторонник этого закона, но с точки зрения науки просто... Единственное, что эволюция, она меняется, сначала биологическая, потом социальная, технологическая... Они не одновременно разве происходят? Биологически очень медленно происходят. За 100 тысяч лет человек чуть-чуть меняется. Но вот вы же сами говорите, что поставят жабры... А это уже не эволюция, это уже конструирование. Революция. Биологическая революция. Ну вот, получается, наше будущее. Есть еще один 20744-0101. Кроме того, можно использовать мейл.ру-агент. Наш адрес tvrain.ru.собакамейл.ру. Я надеюсь, вас с этой азбукой можно справить. Здесь и, собственно, звонок в студию. Добрый день. Есть природа, которая... Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Задавать вопрос? Да, вы в эфире. Очень приятно. Меня зовут Алексей. Очень приятно. У меня вопрос такой к товарищам спорщикам. Как вы думаете, по какому развитию вероятнее будет идти наше человечество? Первый вариант – это такое вики-сообщество демократическое, общемировое, где люди, ну, как-то объединяются, соответственно, такие как личности. Либо вариант – это ментальный путь, когда открываются какие-то пацанательные пути. И, там, не знаю, как Ванга, Тесла и совсем другой тогда вариант развития. Какой, если предположить, что один из них, какой более вероятный по вашему мнению? Ну, вот тут вообще-то 50 минут примерно об этом и спорим, последнее. Ну, давайте еще раз очень коротко сформулируем для нашего зрителя. Не сформулировать, да? Нет, чуть-чуть. Все, на самом деле, мне кажется, гораздо проще. Вот наше общение сегодня, да, оно показывает, что мы вот, хотя и в разные стороны, может быть, смотрим, да, но почему-то мы все равно интегрируемся. Вот видите, чем дальше идет дискуссия, тем ближе и ближе мы к друг другу. Тем меньше и меньше у нас глупостей, тем больше у нас вот мы киваем там уже, да, улыбаемся. Мне кажется, что это просто хороший пример. Например, вот вопрос интеграции, да, это действительно будущее. Будет ли она политической, будет ли она биологической, там, не знаю, будет ли она духовной, да, это вот, как бы сейчас, может быть, популистки не прозвучало, но это вот будут решать будущие поколения. Вот, у нас сегодня, кстати, у нас хороший сегодня момент, по-моему, мы вот так удачно застыли между, вот, может быть, на этой самой точке, между тем, что у нас позади, да, и между тем, что вот мы представляем, что будет впереди. Вот, очень удачно, что мы сейчас это можем обсуждать. Михаил, вы что-то попритихли. Да нет. Дело в том, что, еще раз повторю, у меня совершенно твердое убеждение, что мы находимся в ситуации изменения радикального той экономической модели, в которой мы жили. Почему, еще повторяю, это модель экономического развития. Я склонен считать, что он очень технический прогресс в том виде, в каком он был 350 лет, там, 300, 350, 400, как считать, закончился, и нас ждет некоторая новая, новый этап развития. Я считаю, что этот этап будет по развитию социальных технологий, и на самом деле мы должны научиться выстраивать вот эту вот самую единую социальную систему, к которой мы уже пришли экономически, но к которой совершенно не пришли социально. То есть мы, человечество не привыкло, что мы зависим друг от друга. Через сколько социальная система догонит экономику? Ну, это я не знаю. Это может произойти через 50 лет, может, через 350, но сам процесс, тут же как это. Вот это тот самый случай, когда движение важнее, чем окончательный результат. Если мы встанем на правильный путь, мы по нему рано или поздно подойдем до того результата, который нам необходим. Основная опасность-то другая. Дело в том, что в результате кризиса мы можем откатиться назад. Вот это самое неприятное, потому что, вообще говоря, я не исключаю, что этот вот путь научно-технического прогресса, такой несколько неограниченного, он на самом деле не совсем правильный. Я напоминаю, что сегодня эти так называемые олигархи-благотворители, которые тратят миллиарды долларов на так называемую благотворительную деятельность, на самом деле, чем они занимаются. Разрабатывают вакцины для Африки, у которых есть побочные действия снижения фертильности, то есть, чтобы люди не размножались. А обоснованность это надо, не выдумывайте. Люди не размножались, конечно, это хочется, но никто и таких вещей не делает. Это на самом деле очень опасно, потому что в результате мы можем погубить все человечество, поскольку эта вот линия на то, что есть достойные и есть недостойные, она очень опасна. Если мы не признаем того факта, что все люди равны, то любая попытка какого-то выделения может очень плохо пользоваться. У нас осталось буквально полтора минуты до завершения нашей беседы. Можно я кратко отвечу? Да, кратко, только очень кратко. Позиция Михаила известна, это позиция, что если человек начнет меняться, тогда погибнет наше общество, основанное на равенстве, на объединении. Но есть некая данность историческая, футурологическая. Эта данность заключается в том, что через 20-30 лет появится искусственный разум, появятся разумные роботы, и человеческий разум можно будет модифицировать, менять через вмешательство непосредственно в мозг. Если мы не воспитаем человека, то этот искусственный разум уничтожит нас. Это произойдет в любом случае. Конечно, мы человека должны воспитать, конечно, мы искусственный разум должны... Конечно, мы обязаны это делать, потому что в этом человеке совершенно не продвинутся. Мы обязаны, обязаны. Короткий вопрос, каждый буквально по пару слов. Будущее, когда наступит? Вот то будущее, которое видите вы, каждый из вас. Для некоторых уже наступило, не для всех. Нет, несомненно, оно вот наступает прямо сейчас. Потому что, на самом деле, прошлое, это то, что уже позади. Вот мы сказали слово, сделали шаг, оно ушло в прошлое. Настоящего нет, есть только прошлое и будущее, оно уже наступает. Михаил Семенович. Наша Международная Академия Кабалы вместе с ЮНЕСКО разрабатывает план воспитания. И я надеюсь, и по нему уже занимаются где-то около двух миллионов людей в мире. Я вижу, каким образом можно быстро действительно поднять человека до уровня понимания, что такое глобальность, что такое интегральность. Когда? 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 Мы сейчас это уже делаем. Я надеюсь, для этого и здесь тоже. Михаил, когда будущее наступит? Не знаю. Не знаю. Это сложный процесс. Еще раз повторяю, я очень боюсь, что мы можем повернуть назад. Но все равно будущее будет, оно прекрасно, и уничтожение никакого, и вообще этих страшных страшилок не будет. Будущее будет. Я думаю, на этих словах и стоит закончить нашу сегодняшнюю непростую беседу. Я напомню, кто был у нас сегодня в гостях. Профессор антологии и теории познания. Основатель Международной Академии Кабалы Михаил Лайтман. Спасибо. Экономист Михаил Хазин. Сегодня звание почетного спорщика у нас получил. Философ, научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам. Дмитрий Шкаев. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. За оптимистичный, без сомнения, подход. Футуролог. Член Координационного Совета Российского Трансгуманистического Движения. Член Ассоциации футурологов. Данила Медведев. За активную позицию. Спасибо. И, конечно, спасибо Игорю Васильевичу, который большую часть беседы, к сожалению, из-за технических неполадок присутствовала незримым участником. Историк и социолог, футуролог Игорь Бестужев. Ладно, и спасибо, конечно, нашим зрителям, что были и так активно участвовали в сегодняшнем обсуждении.